Дорожаемые коллеги, предложенные изменения в Конституцию не соответствуют самой Конституции Российской Федерации и Федеральному закону номер 33. Не соответствуют ни по форме, ни по содержанию, ни по процедуре. Значительное количество положений, в том числе и после внесения поправок ко второму чтению, противоречат первой и второй главам Конституции. Кроме того, у президента нет законам установленных полномочий, которые позволяли бы ему совершать такие действия, как назначать, объявлять, отдавать распоряжения по поводу организации общенародного голосования, принуждать к участию в них другие органы власти и организации. Кроме того, изымать из утвержденного парламентом бюджета 14 миллиардов рублей на эти цели. Законопроект является открытым посягательством на основе конституционного строя. И принятие таких поправок в Конституцию приведет к делегитимации самой Конституции и самого государства. Нарушается главное право граждан Российской Федерации, право на жизнь в правовом государстве в соответствии со статьей 1 Конституции Российской Федерации. Предлагаемые поправки по социальным вопросам об индексации социальных выплат, о минимальном размере оплаты труда в соответствии на уровне прожиточного минимума давно закреплены в законах. И по факту они конституционно закрепляют бедность на десятилетия вперед, потому что действующей власти бедность выгодна, именно она помогает удержаться у власти. Прожиточный минимум, который предлагается внести в Конституцию, совершенно устаревший инструмент, это уровень абсолютной бедности. И на десятилетия вперед нам предлагается руководствоваться решением вопросов оплаты труда вот таким устаревшим инструментом. Какова цена вот этих всех обещаний по социальным вопросам граждане могли убедиться, когда им обещали повышение пенсии в обмен на повышение пенсионного возраста? Они являются фактически ширмой для прикрытия истинных политических целей, обеспечить несменяемость власти. И вот вся та политическая трагикомедия, которую мы наблюдали в течение последних двух дней с обнулением президентских сроков, она и доказала, и показала, и доказала истинность намерений, а по факту это действия по узурпации власти. Статья третьей Конституции, напоминаю, говорит, что захват власти или присвоение властных полномочий преследуется по закону. Без сменяемости власти нельзя преодолеть коррупцию, бедность, развал экономики. И только политическая конкуренция сможет обеспечить развитие страны и использование в полной мере того огромного и прекрасного потенциала, который имеет наша Россия. Поэтому поддерживать законопроект нельзя. На так называемом голосовании 22 апреля нужно голосовать против этих предлагаемых поправок. Российская Федерация должна быть демократическим государством, правовым государством, свободным государством, в котором все права и свободы граждан должны быть обеспечены и гарантированы. Поэтому призываю голосовать против.